Как уже говорила глава Латвийского союза журналистов, председатель управления Аэробалтика, Арта Гига у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Начнем мы с темы последних недель, наверное, которая актуализировалась и которую нельзя не обсудить. Это наши коллеги, Латвийское радио, там происходит что-то, вернее происходит, что тоже на протяжении нескольких лет мы периодически слышим. Но сейчас таких масштабов все достигло, что даже медиаторов привлекли, и новостная служба Латвийского радио отказалась с ними сотрудничать. Я так понимаю, что вы тоже как-то участвовали в этих переговорах. Что можете рассказать? Во-первых, если можно, я поправлю председатель ассоциации журналистов, потому что если был бы союза, то тут бы сидел мужчина. Ага, я поняла. Это Юрий Спайдерст, как и в других делах, и в журналистике тоже у нас плурализм и несколько объединений. А что касается Латвийского радио, не так, чтобы мы участвовали, нас пригласили, ну, как сказать, даже не помочь советам, ну, просто быть, как бы, поставить нас в известность, что такие переговоры будут, и что Латвийское радиоуправление привлекает медиатора, чтобы как-то разобраться с конфликтом. Но, как вы уже правильно говорили, служба новостей отклонила, потому что, ну, и их понимали, потому что там нет, это же не спор, который возник, я тебя больше не люблю, ты меня тоже разделяем имущество, а у кого останется ребенок, ну, там должен быть медиатор. А там уже разговоры долгое время шли, они ни к чему не привели, и потому наши коллеги сделали такой жесткий шаг, что они готовы, ну, первое, что они сделали, они на этом месте с правлением, они решили сократить объем программы, что очень плохо для нас всех, потому что мы все, как бы, являемся клиентами этого радио, он очень важный, потому что он именно в летнее время, когда происходит столько много интересного в нашей политике и в экономике, они первые, у которых мы что-то узнаем. У них даже этот слоган «Венмарфирмайс» всегда первые. Сейчас они всегда первые, но в маленьком объеме, да, но это не то, что они могли делать, и что они могут делать и сейчас. И второе, что они говорят, если они не достигнут того, что они хотят, или хотя бы частично, то они готовы к тишине в эфире, а это будет ужасно. Почему вообще изначально, когда возникла вот эта идея с медиатором, все начали обсуждать, почему нельзя, то есть это одна компания, почему не могут сесть, ну, не хочу говорить там вверх-снизом, но вот правление с теми, кто делает этот контент, не могут сесть напротив друг друга, не знаю, расчертить наполовину лист, написать, вот нас это не устраивает, а нас вот это не устраивает, что мы будем с этим делать, почему надо таких масштабов? Конечно, они могут, конечно, они это могут, просто правление решило, что им лучше привлечь еще кого-то со стороны, потому что, ну, между собой можно, наверное, говорить довольно жестко и сказать неприятные вещи, если там участвует еще кто-то, люди становятся более издержанными. Я думаю, что смысл был в том, чтобы уменьшить температуру конфликта, просто привлечь кусок льда со стороны и уменьшить температуру конфликта. В принципе, они сейчас, Латвийская радио, в том числе, просят финансирование зарплат, и последующие годы они просят достаточно, ну, на мой взгляд, не так много денег, то есть 989 тысяч в следующем году и 1,1 миллион в дальнейшие годы, то есть для большого СМИ это, ну, в принципе, не такие там трагичные суммы, именно для того, чтобы можно было финансировать работу журналистов не из рекламного контента, то есть уйти от рекламы, я так это понимаю. Вот, скажем, если вдруг вот эти деньги будут выделены, будем ли мы иметь какую-то более глубокую аналитическую журналистику или расследовательскую журналистику, хватит ли этих денег? Ну, например, дать возможность журналисту там 3 месяца не выходить в эфир, потому что он делает какое-то расследование, да, он там ходит в архив, куда-то ездит, с кем-то беседует, и потом выдает какой-то там грандиозный эксклюзив. Я понимаю, ну, думаю, что нет, но капацитаты, то есть способности у латвийского радио есть, у них есть и заготовки, у них есть журналисты, но в чем этот самый большой конфликт в том, что люди от них уходят. Хорошие журналисты, сами знаете, они не появляются в один день, их надо выращивать, поливать, и потом уже можно собирать плоды этого, и от них эти люди уходят, в большинстве на латвийское телевидение, тоже общественное СМИ, и латвийское радио является как бы такой учебной платформой, они производят этих людей и потом отдают другим. И то, что является самим этим основой конфликта, то, что ушло там больше, чем половина... Тотрудник, треть, треть журналистов. Да, да, третий, да. Это очень много, и компенсировать такой большой урон, это трудно, да. Но латвийское телевидение тоже, насколько оно хорошие времена переживает сейчас? Потому что, например, на финансирование того же русского вещания, которое было изначально запланировано, как такой наш ответ Кремлю, да, мы будем делать русские новости в Латвии, да, его сократили, ну, вообще сократили, там осталось ни о чем, то есть ежедневная новость. Да, ежедневная новость, и весь, скажем, авторский контент, который они производили, он исчез, его с марта, бой по начало и июня полностью ликвидировали. То есть насколько сейчас хорошая ситуация вообще-то на латвийском телевидении? Может быть, это латвийский контент там остался в хорошем состоянии? Или его тоже запрощают? Ну, это связано с тем, что, ну, я не в курсе именно, как это было поставлено, ну, контеймос, как это было поставлено в бюджет, да, но, скорее всего, это был специальный бюджет, который был выделен на русское вещание. В прошлом году, вы знаете, мы праздновали столетия страны, имело много экстра денег, которые можно было как бы, ну, распределить в разные места и сделать так, чтобы можно было делать контент и на латвийском радио, и на латвийском телевидении. В прошлом году были выборы. Мы выбрали того, тех, кого мы выбрали, которые очень долгое время там упражняются сейчас, как управлять страной. И вот в это время, пока они учатся, что это такое, куда они попали, что они вообще могут и хотят сделать, все развитие остановилось, потому что у нас технический бюджет, в который не ходят ни русское вещание, ни экстра какие-то новые, программы, которые называются «Полытыйсказ имицит июз». Бразильский констанция, да. Этого всего нет, это все ждет. А с медиами ситуация такая, мы, ну, во-первых, медиа не в очень хорошей ситуации, и все время уже были, ну, нам трудно довольно. С другой стороны, мы живем настолько меняющимися обстановками сейчас, и что медиа – это первая, ну, очень динамическая ситуация, как все происходит и на что надо реагировать, и подождать один год, два года – это очень плохо для медиа. Ну, результат тот, что русский контент уменьшился, потому что нет для этого специального финансирования, для этого нужна политическая воля. А сейчас у нас новый парламент, они еще не знают, что они хотят. Но даже финансирование латвийского радио, если оно произойдет в том виде, в котором он и видит, насколько независимую журналистику мы получим? Ну, это в целом, это зависит от журналистов. И я в коллегах из латвийского радио довольно уверена. Они крутые, и они ныкны такие. Злые. Злые, да, злые. Вот может ли латвийское радио… Вот, понимаете, вопрос. Вот им выделили, например, там, 2 миллиона евро, выделяют на зарплаты. Латвийское радио функционирует. Может ли латвийское радио при этом, например, критично оценивать работу парламента или критиковать какой-то государственный строй конкретных людей? Или оно будет привязано к государству, которое его обеспечивает, и, соответственно, будет достаточно лояльно? Нет, я думаю, что они будут это делать. Это как раз, ну, есть такой, ну, синдром резистенции, да. Если, ну, я знаю это на других коллегах, которые из латвийского радио, например, ну, из порталов, они получают какие-то деньги, там, из, ну, взялся лишь при железной дороге, да. И у них есть контент, ну, брендовый контент, который тоже нормальный, там ничего плохого нету, там. У них был такой проект про Уст-Цеш-Нас. Доверие, да. Да, он был хороший, он был глубокий такой. А службы новостей в то же время тогда ищут какие-то дополнительные новости, чтобы были более критичны к железной дороге, чтобы вот был такой баланс. Но где в мире вот есть пример того, что государственные СМИ критично относятся к государству, которому принадлежит? Если мы возьмем любые компании, которые действительно, большие мировые СМИ, которые славятся своими журналистскими расследованиями, которые славятся своей аналитикой, то это, как правило, финансируемо частными, ну, частными деньгами кто-то, да. То есть, насколько здесь это вообще реально? Зачем государству давать 2 миллиона евро, чтобы получить критику? Ну, это же, ну, нелогично. Ну, это, да, да. Если вы будете... Я думаю, что некоторые члены парламента с вами совершенно согласны. Именно поэтому денег не было без этого радио. Ну, нет, я не согласна. Есть такие примеры. Например, BBC, ведь он же финансируется из государственных денег, но они ведь занимаются критикой. Ну, BBC, если мы возьмем BBC, то BBC финансируется за счет телевидения, которое он изначально, ну, изначально ввело, да. И мы все, кто, у кого есть BBC, просто платят, скажем, абонентскую плату. Из этой абонентской платы создается еще дополнительный ресурс финансов. Там не только государство включено, там достаточно много платят и сами жители. То есть, а здесь мы не можем взять и сказать, давайте из Латвийской радио вы будете там 5 евро в месяц платить. Ну, хотя почему нет? Ну, были такие идеи, что уже давно были, что надо, но посчитали, что нас слишком мало жителей, чтобы из этого... Ну, не все же платят. Узять один журналист и работать. По поводу русского контента на Латвийском радио. В начале года тоже был такой кризис достаточно яркий, когда под вопросом было и русское вещание ЛТВ-7, и русская служба Латвийского радио, и порталы на английском языке и на русском языке ЛСМ. Тогда тоже была эта борьба. Сейчас борьба продолжается. Насколько журналисты хотят идти в государственные СМИ, хотя мы знаем, что в коммерческих СМИ сейчас тоже не самая лучшая ситуация, потому что рекламный рынок непонятно какой, он меняется, и не все могут подстроиться. И многие уходят наоборот в государственные СМИ, потому что это какая-то стабильность вроде как. Но где эта стабильность, если каждые полгода мы не знаем, будет или не будет, дадут денег или не дадут денег. И нет ли такого, что все это угроза, там с 2017 года уже эти разговоры ведутся, что вот нужны деньги, а если вы не дадите, то как это русские каналы? Не с 2017 года. Ну, если, наверное, смотреть на русский контент, да, но такая борьба, она ведется уже, ну, сколько я себе помню в журналистике. Все время это что-то. И кто-то говорит, вот это мы закроем, и есть такое, ну, надо на это смотреть, как есть еще и эти предприятия, и они тоже делают свои какие-то выборы, что говорить, да. Но, конечно, труднее, ну, легче всего. Они могут, наверное, найти деньги и внутри, или их как-то... Перераспределить. Да-да-да. Но легче сказать, что вот мы снимем там единственную детскую программу, и, конечно, все говорят, вы что, с ума сошли, детская программа, единственная, там обязательно должны найти деньги, да. И это легче находится. А если сказать, ну, знаете, мы должны будем сократить три машины для начальников, ну, давайте. Ну, я думаю, что в этом есть какой-то жест маркетинга тоже, что мы там закроем единственный английскоговорящий портал, но такой явный... Ну, действительно, угрозы этому нет. С игры какие-то все равно происходят. Есть, да, но это все равно не откладывает того, что финансирование недостаточное. А что касается радио, да, я тут говорила с бывшим членом управления, ну, Непл-П, и они рассказывали, что, ну, в целом бюджет латвийского радио, она в одну степень выше, чем у наших соседей, да. Так что, возможно, что там есть и какие-то внутренние деньги, и надо, ну, как бы посмотреть, как они распределяются внутри. Но я не в курсе этого, я не могу сказать, куда они уходят. А почему не привезен такой аудит какой-то? Мы знаем, что когда нужны были зарплаты, например, на педагогов, Министерство образования провело внутреннее перераспределение, и часть денег они нашли. Возможно, в этой ситуации. Там есть этот конфликт между журналистами, правление латвийского радио, и это Совет по СМИ, они ведь, ну, довольны друг другом, да, и тот, кто может провести этот аудит, это как раз на ПЛП. Они довольны работой управления радио, и они друг друга поддерживают в этом. И журналисты в этом против их обоих. Журналисты, я думаю, что есть способ, как и журналисты могли бы провести этот аудит. Надо использовать АРОДБЕДРИБС, профсоюз. У профсоюза есть право ознакомиться с бюджетом предприятия, на котором он работает. Но если они еще будут, их и так уже мало в службе новостей, если они еще будут ознакомливаться с бюджетом и делать какие-то планы, тогда мы уже ничего не услышим. Тогда точно темы нарастут. А насколько конкурентоспособны зарплаты сейчас в гос.СМИ, в том же Латвийском радио, например? В Латвийском радио не очень, не очень, довольно плохо, но в латвийском телевидении это лучше оплачиваемое. Поэтому и уходят. А вы знаете, сколько вообще человек работает на Латвийском радио? 10, 20, 30? Как? Я знаю, что в русском вещании там есть очень большие долгожители, которые уже... Нет, нет, я имею в виду количество людей, которые делают контент Латвийского радио. Вот сколько их? Ну, если взять вместе с техническими, я знаю, что в службе новостей это 49 людей. 49 людей. Ну вот они просят... На самом деле, ну я просто посчитала условно, Латвийское радио просит одинкома один миллион на зарплаты, если это все вот поделить там на целый год и так далее, то получают среднюю зарплату 1700 евро. Ну то есть это вместе со всеми, то есть это средняя зарплата. Я считала, с учетом того, что заявили, что треть ушла, 106 журналистов ушло, это треть, значит, всего человек 300, если вот этот миллион доплата на год, это 250 евро ежемесячная зарплата получается. И зарплата будет там в районе полутора тысяч евро, то есть это вполне себе средняя зарплата. Ну я к тому, что один и один миллион, это не так много. Но вот эти деньги, которые постоянно, постоянно вот плюсом, плюсом, плюсом на экстренные нужды, это все время было и все время будет? Или надо как-то переосмыслить эту систему финансирования? Обязательно надо. Что делать? У нас нету своего лобби в правительстве, никто не заботится о СМИ. И хорошо, общественные СМИ, это очень важно, и, конечно, надо там со всеми разобраться. Но вообще, если посмотреть на отрасль, отрасль в целом, так мы вообще в капитализме диком. Каждый как может, так и выживает. Но страна очень маленькая, у нас аудитория не такая большая. И очень, вот эта модель экономическая, на которой строилось все, она рушится у нас на глазах. Она просто, потому что произошла, как было в конце 19 века, индустриальная революция, когда станки заменили людей на предприятиях, и люди приходились там сбить, там их разбивали. Ну, чем это кончилось? Тем, что все равно это случилось. Это в некотором роде мы видим сейчас, как информационную такую революцию, потому что меняется все. Что человек читает, как он воспринимает информацию, насколько долго он может это делать, все меняется. Мы сейчас видим, как в Матриксе все рушится просто. И вообще то, что человек вообще хочет, мы тоже еще не знаем. И на этом всем еще, на этом фоне вот еще есть, это очень медленно, и такая, ну, давайте в следующем году посмотрим. А это для средств массовой информации, для журналистики, это очень погубно. Ну, все. Потому что человек не будет ждать год или два, пока там что-то произойдет. Он уйдет в другую работу, не вернется больше. Да, насколько вообще, на ваш взгляд, у нас сейчас сильная журналистика в принципе? Потому что есть разные мнения, в том числе и что журналистика в своем таком классическом виде все-таки вымирает, да, у нас уступает место там Твиттер, блоги, что угодно. И если мы посмотрим на там 30 лет назад, то можно было даже в газетах печатать, ну, точнее, только были печатные газеты, найти, например, очерки, да, то есть такой жанр, как очерк, он уже вымер, его нет, потому что такой лонгрид, никто читать не будет. Или репортажи, они тоже были такие там на три до четыре разворота. То есть журналистика, она меняется, насколько она сейчас, в каком она сейчас состоянии, то есть сколько там действительно, насколько она профессиональна, насколько она независима. Я хочу разделить то, что меняется журналистика и меняется тот путь, которым мы доставляем журналистику нашим клиентам, потребителям, да. Вот это и есть то, что я говорю, что экономическая модель разрушена, она не работает, потому что вот распределением информации, доставкой информации занимается Твиттер, микроблоги, всякое, и человеку уже, ему не важно, что, и это очень-очень, такая страшная вещь для нас, для журналистов, потому что человеку не слишком важно, правда ли это. Ему главное слышать хороший рассказ. Да, вот это и есть то, что мы сейчас переживаем, ну, видим у нас на глазах. То есть он не будет платить за какой-то, не знаю, условно назовем, примерно BBC, который с большой историей, точно не узнает. Может быть и будет, да, но в целом, ну, некоторые будут, но в целом нет. И если идти по этому пути, чтобы поставить там paywall, да, чтобы платили за какие-то... мы дойдем до того, что очень много людей, они не будут платить это, и они к этой хорошей информации, да, они никогда не подойдут, а будут читать только про то, что там знаменитости, там не побрели ноги, или что-то такое. Потому что это всегда будет доступно, это то, что привлекает. И чтобы, а потом, чтобы он заплатил, и перешел этот paywall, и читал качественную информацию, вот этого не будет. Ну, допустим, сейчас вот Adelphi запустили платный контент, и я посмотрела, то есть цена этого платного контента, она копеечная для конкретного потребителя, потому что там 2 евро, ну, это совершенно спокойно может позволить каждый. Мне кажется, я за Netflix плачу ровно в 4 раза больше для того, чтобы посмотреть фильмы, например. Почему бы не пойти по этому пути, то есть сделать какую-то абонентскую плату, да, то есть может быть где-то кого-то объединить, тоже русское, например, латвийское телевидение, латвийское радио, они же могут быть какой-то совместный проект сделать, насколько это вообще реально, да, то есть почему нет, если это хороший качественный контент, если это аналитическая журналистика, если это какие-то горячие, эксклюзивные материалы, то люди могли бы платить и, ну, там, и какую-то сумму для того, чтобы смотреть и иметь доступ к этому. Их будет мало, тех людей, которые будут платить за это. Ну, делать заплату чуть больше. Все равно их будет мало. Я говорю, что мы, вот в чем риск этого, это что останется очень много людей, которые не перейдут через этот пайвол, они будут читать только про эти знаменитости, с небритами. Да, но вот кто сейчас целевая аудитория латвийского радио? Ведь наверняка такая аналитика проводилась, и она проводит телевизор. И особенно латвийского телевидения. Я кого не спрошу, включая меня саму, я не смотрю телевизор, у меня есть YouTube, у меня есть Netflix, мне этого достаточно. Да, вот это именно. Но не дело в том, что вы не смотрите контент латвийского телевидения, но вы не смотрите. Я его смотрю в YouTube. Вы не смотрите эту платформу. Вот это то, что я говорю, что экономическая модель разрушена, она не работает больше. Можно же уйти онлайн и сэкономить там кучу денег. А как забрать деньги онлайн? Ну, скажем, Окей. Это коммерциализация идет. Это общественные, они получают общественные деньги, они это могут делать, они могут уйти онлайн, да, без проблем. А остальные медиа, как забрать деньги? Но вот тоже латвийское радио, вот кто его целевает? Ну, и вот латвийское телевидение, кто, вот возраст, например, какой? Самый разный, там с утра до вечера разная аудитория, она меняется, меняется, меняется. Меняется вот как она меняется? С 50 на 60 лет? С 30 на 60 лет? С 15 на 30? Ну, смотрите, на латвийском радио есть разные каналы. Латвийское радио 1, да, я думаю, это та аудитория, которую вы назвали. Я несколько назвала. Это какая? Ну, с утра она помоложе. Те, которые рано встают, готовят детей к школе, если они не смотрят телевизор, ну, по-разному есть. А те, которые едут в машинах, да, вот они слушают эти утренние программы. Посередине дня, там целевая аудитория стопроцентная. Это молодые семьи, потому что есть там программа «Мама инклупс», они все время рассказывают, как правильно поджарить тыкву для детей. И вот это, в этот момент, просто такой всплеск, посещаемый год, можно ставить эту программу на повтор. Они каждую неделю это делают. А что с частными инвестициями? То есть не было ли попыток найти какого-то частного инвестора, который был бы готов заплатить? За что? За общественное? Это же невозможно. Это уже? Это уже не то. Это уже не то. Нет, нет. А то будет честно. Сейчас, понятное дело, что надо как-то взять. А вы думаете, что это нечестно, то, что они делают? Я думаю, что нет, этому можно доверять, что они делают. Потому что, ну, знаете, всегда можно вести дискуссию. Вот они там, ну, я тоже читаю там в Твиттере очень много, что они там подобают партии вернутые. Но есть, это очень маленькая такая, а доказательств таких-то там нету. Это очень такая маленькая и узкая полоса, когда ты переходишь, что это твои убеждения, или ты это делаешь, потому что, ну, так это надо. А во имя свободы слова делается много глупостей. И лучше наделать эти глупости во имя свободы слова, чем это как бы регулировать больше. У нас есть свободы слова? Да, у нас есть. По поводу финансирования и того, как сейчас все это поменять, кто должен быть инициатором этого разговора? И, ну, сейчас премьер-министр заявил, что министр культуры Наурис Пунтулюс, как бы в его ведении вот это вот все? Так, у вас какая-то недобрая... Нет, это все хорошо, но просто, я говорю, у нас нет своего голоса в правительстве. Вот хорошо, что при Министерстве культуры вообще создали этот отдел по медиа, потому что что-то начало происходить, а это было давлением вот именно нашей организации, что это нужно сделать. А коллеги, некоторые коллеги были против, они думали, что это будет больше контроля. Но в конце вот вышло так, как вышло, что какой-то голос у нас есть, маленький, но это не то, чем занимается Министерство культуры. Прошлый год был годом столетия, они все там танцевали, пели, какие там СМИ. А сейчас пришел новый министр, он ведь певец из оперы, но какие там СМИ. Не рассчитывается на него. И у них опыт того, что СМИ их критикует. Ну, что там будет такого. Я думаю, что это надо или при канцелярии премьер-министр делать какую-то такую группу, которая, потому что это не только вопрос электронных, но надо смотреть на всю отрасль вместе. И я думаю, ну, это только мое мнение, что страна такая маленькая, наш контент, он действительно уникальный, уникальный, но он не может выживать в большом капитализме. И надо делать так, как это делается с культурой. В культуре есть, вы знаете, культур капиталов, он скуда можно пойти с проектами, хорошими проектами, там нормальные эксперты их рассматривают, не все получают деньги, потому что это конкурс, но лучше их получают, и из-за этого что-то получается. Также есть там такой конкурс, где даются деньги на властиски сварьи по сакууме. Дастами важностями. Балтийская, Балтийская перла, и Рига фильмфестивали, еще такие большие есть, я просто называю из мира кино, потому что мне ближе. Но есть такие. Есть еще конкурсы, которые дают деньги, чтобы существовали организации, которые создают этот контент. Ну, это все на основе конкурса. Я думаю, что надо двигаться к тому, чтобы один из методов финансирования мидии был таким. Потому что просто выживать на рекламные деньги Рижской Думы уже не получится. Невозможно. То есть, вы предполагаете, что это может быть какой-то фонд, куда приходит, например, латвийское радио, мы хотим делать такое-то. приходит условно в болтком. Я не думаю, что латвийское радио, потому что, ну-ка, тогда болтком идет. Или это не общественные СМИ, это коммерческие СМИ могли бы пользоваться. Ну, там надо думать и разбираться. Я думаю, что в целом направлении должно быть такое болтком, точно. То есть, коммерческим СМИ тоже нужна поддержка. Это вы понимаете, что как бы сейчас на рекламу не... Конечно, потому что должна быть вот эта разновидность мнений, это все должно быть, если сконцентрировать. И очень много... Ну, правильно говорится, что надо крепить наши общественные СМИ. Надо, конечно, надо, а не наш... Ну, как бы стержень. Но оставлять все только на них тоже нельзя. Должно быть, чтобы были разные голоса, разные журналисты, разные мнения. Вы сказали, что к журналистам так, ну, как это сказать, не с приязнью не хочется сказать, но с подозрением относятся политики и всегда воспринимают их как таких вот... Как заказы. Если только... Только... Жди, жди, да, да, да. И мы можем видеть, что, ну, может быть, и от общества тоже сколько вот это серьезное отношение. Та же Робалтика, да, делала какие-то расследования. И, в общем, много журналистов из разных каналов и радио делали какие-то расследования и доносили какую-то информацию до общества. Но почему-то общество, ну, да, поговорили неделю, что это ужасно, не знаю, там, с эздоровьем, с коррупцией в Рижской Думе. Все как бы знали про Рига Сатекс уже за год до, да, там рассказывали, были расследования, ну, как-то все так, ну, ну, да, да, ну, есть коррупция, но пока там КНАП в дверь не постучался, ничего, с эздоровьем тоже там миллион потратили, миллион, которые могли отдать тому же латвийскому радио, и сейчас просто отменили все, ничего не будет. 3 миллиона, и все. И скола было, 3 миллиона, совершенно впустую, да. И что, то есть мы, журналисты, делаем это, доносим, и все? Ничего не поделать, надо продолжать, это не работа для спринтеров, это работа для маратонистов, и в целом что-то меняется, ну, посмотрите, вот только что вы тоже упомянули здоровье, вот этот случай в Резик, где врач не умеет диагностировать асфальт. Ну, Резик у нас сегодня прям вообще там хатлайнер, да. С Мамбоком там была история, с Мамбоком там была история. Да, но вот это, если бы не журналисты, если бы вообще не обмен мнениями, который начался в Твиттере, то бы это, может быть, так и утихло. А вот, может быть, я прошу прощения, что перебиваю, может быть, как раз вот этого Твиттера было бы достаточно, то есть туда подключили журналисты, там отписались специалисты, и вот уже волна поднялась. Я просто, ну, я пытаюсь понять, то есть, насколько, например, нам там СМИ, которое будет государственное, оно может быть интересным для потребителя, потому что, если оно будет просто освещать события или публиковать релизы, которые ставят, не знаю, госслужбы, то это один вариант. Если мы предлагаем контент, как я говорил, уже эксклюзива, тогда это другой, но он не такой быстрый, мы же понимаем, да, одно дело взять и написать релиз, даже если его там переписать его человеческим языком, это все равно, ну, час, ну, два, а другое дело сделать большое какое-то, не знаю, там, расследование, которое всколыхнет вот как раз наше общество, насколько это расследование может быть честным, насколько его дадут сделать. Мы заплатили вам два миллиона, а теперь вы приходите к нам и копаетесь в ящиках. Почему вас должны пускать? Ну, я думаю, у нас есть очень много примеров общественных СМИ, которые делали хорошее расследование, вот, несколько лет назад то же самое латвийское радио, они единственные, которые начали разбираться, что происходит в приютах и в пансионатах, да, никто этим не занимался, не сделали, это очень трудная тема, очень трудная, потому что там в конце нету какого-то злодея в виде, там, а там есть простые люди просто, которые очень равнодушны или плохо делают свою работу, но они не такие злодеи, это труднее всего, но вот они за это взяли, сделали, и благодаря их работе поменялась система, ведь приюты, где держатся маленькие дети, закрываются, дети даются всеми, это действительно спасибо латвийскому радио, латвийское телевидение, тоже они делали целый цикл передач про то, как вредно попасть в петли этих быстрых кредитов, да, а быстрые кредиты это самые большие рекламодатели, да, вы можете надеяться на то, что журналистика будет независимой, если надо будет, они расскажут, что, не только, если надо будет, они всегда расскажут. надевайте наушники, у нас звонки по двум линиям, попробуем принять их все, доброе утро. Доброе утро. Два вопроса. Первый, скажите, пожалуйста, почему за, получается, у нас 28 лет в Латвии не появилась журналиста формата Алексея Навального, потому что я вас уверяю, что спрос не только в узкоговорящем, но и в узкоговорящем пространстве будет, просто говоря, современным с аргоном улетным. И второе, скажите, пожалуйста, только как можно более честно и откровенно, насколько в латвийской журналистике существует табу на оппозиционное мнение относительно правительства? Спасибо. Спасибо. Насчет журналистов типа Навального, ну там нужно, чтобы появился такой журналист типа Навального, который хочет этим... Ну и финансирование тоже, у него очень большие расследования, команда... Но я думаю, что это еще обусловлено тем, что в России другая ситуация, кроме... И они специалисты большие там, чтобы... Но я не говорю, что я все там знаю, но по-моему, кроме независимости новой газеты и еще РБК, я не знаю таких СМИ, которые занимаются этим ежедневно, да, и Навальный на этом фоне, он делает, с одной стороны, хорошую работу, с другой стороны, наживает политический капитал, да. У нас не та ситуация, мы слишком быстро можем раскусить, что если журналист хочет нажить просто капитал политический, чтобы стать потом политиком, его за это сразу же накажут. Ну можно, наверное, как пример, такой наиболее близкий к Навальному, может быть, Арту Сакай меньше, который ходил с камерой там и по туалетам, и где он только не ходил, потому что одно дело просто такое, ну, невежество и хулиганство, да, которые тоже людям нравятся, потому что они сами на это не способны, они ждут от того же Навального или от журналистов или от Арту Сакай меньше, что они сделают то, что мы сами не сделаем, да, другому, да, решим какие-то проблемы или кого-то там опустим немножко, насчет оппозиционного мнения, есть ли оппозиционное мнение интересное, а не просто, что все там дураки, да, я не думаю, что есть какой-то табу, например, ну, если мы говорим о этом, всем этим большим рассказом про ОИК, облигает АЭП, про компоненты, то господин Заринч один из самых более услышимых людей. На Латвийском радио в том числе. Надевайте наушники, еще один звонок примем. Доброе утро. Доброе утро. Наш Навальный, это Латта Лапс, я так думаю. Почему у нас его нету? Потому что у нас очень хорошо работает спецслужба, активистов не так много, ими быстро занимаются, а потребителей такого контента очень мало. Вопрос к вам. Вы очень часто произносили во время беседы слово контент. Так вот, у контента есть свои правила развития, я имею в виду финансовые. Ну, предположим, возьмем платформу YouTube, вы будете независимым журналистом YouTube, у вас стоит внизу счет, и вы проводите какое-либо расследование, а я ваш потребитель одобриваю это расследование и оплачиваю. Это, я считаю, независимая журналистика. Как только вы берете деньги, допустим, у Рижской думы, значит, мы не будем получать объективные информации о Рижской думе. Как только вы берете деньги у быстрых кредитов, значит, мы не будем получать объективные информации о финансовой ситуации в Латвии. Как только вы деньги берете у государства, вы будете заниматься пропагандой. И вы уже не журналист, а пропагандист. Почему бы вам не идти по пути развития контента, то есть независимая журналистика. Сейчас простой пример, смотрите, болтком. Я ему уже тысячу раз звонил и говорил, вот я слушаю каждый день болтком. Я примерно 7 месяцев нахожусь не в зоне Латвии, 3 месяца в Латвии, в году. И я хочу знать о том, что происходит в Латвии, а верю болткому. Я включаю это радио, и допустим, на всю нашу фирму идет трансляция вот в режиме онлайн все, что происходит в Латвии через средства болткому. Мы готовы платить абонентскую плату за потребление качественной информации. И это справедливо. Их не покупает, допустим, там, согласие, или какая-либо другая партия. Вот такой вопрос. Поняли, от чем я? Спасибо. Спасибо. Не поняла. Ну, можно, это приятно. Речь шла о том, что от кого деньги берут, того мы не критикуем. Ну, в общем, опять-таки, про то, насколько мы зависим или независим. То есть, как только государство дает деньги, кто пустит в государственную инстанцию журналиста для того, чтобы он сделал, например, расследование, обвинив, не знаю, очередного чиновника, депутата, да и хоть президента. Вы слушали латвийское радио или латвийское телевидение? На том же все время это происходит. И ваш слушатель тоже, я рекомендую включить. Между прочим, если, ну, говорить о том, что взяли деньги и быстрых кредитов, сразу уже об этом не говорят. Но для этого есть и у вас на Болоткоме тоже есть ведь отдел коммерческий, который этим занимается. А до журналистов это в основном и не доходит. Никто и не знает, как это, ну, кто именно там купил рекламу. Ну, потому что, общественные СМИ финансируются из государственных денег, к ним приходит премьер-министр, например. А до нас вот никогда идти не может. Уже сколько времени? Мы все обольно. Мы зовем. Мы зовем. Шадурский к нам не приходил. Но времени для нас, к сожалению, нет. Еще один звонок прием, надевайте наушники. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а существует какой-либо европейский фонд финансирования общественных средств, массовой информации? Может быть, надо идти по этому пути? Потому что все-таки я считаю, что это очень важно. Спасибо. Спасибо. Нет такого фонда, чтобы финансировать общественные СМИ, нет. Но есть фонды, в которых могут обратиться журналисты, частные люди сейчас со своими проектами. Такие фонды есть. Может быть, чуть-чуть, у нас совсем мало времени остается от общественных СМИ. Отойдем. Вы глава ассоциации журналистов и председатель управления Робалтика. Это тоже такой пример как раз-таки вот этих расследований. Робалтика сами выбираете темы для расследований? Да, конечно. Как это происходит? Мы собираемся раз в год вместе. У нас есть такой попечительский советка, в котором входят люди из Эстонии, Литвы. И каждый приходит со своими идеями, что надо делать, на какие темы надо смотреть. Мы смотрим больше как бы на социальные, потому что мало кто этим занимается. Латыш вообще он такой помещик по своей натуре. Не делает про маленьких людей. Вот Робалтика этим занимается. И еще есть одно расследование, которым я горжусь, что такое было сделано, но не нашла еще ушей, которые услышали. Это про то, что наша страна становится очень старой, нам надо думать, что с этим решать. а есть такие проблемы, которые решать не хочется. И вот это другой масштаб мышления. Хорошо сделать расследование про чиновника, это мы все умеем, а это другой масштаб мышления, что вообще с нами происходит. Анализ. Сколько может занимать одно расследование? Может быть, год, несколько лет? Такое тоже бывает, самое долгое расследование? Именно, когда оно связано с какими-то партнерами в других странах, отмывание денег, и все эти offshore лейксы, они очень долгие расследования, потому что там проверяется каждый факт, каждый документ, документов миллионы, и задействовано много людей, много партнеров, журналистов в других странах, это очень долгий процесс. Гунта Лидека в этой студии сказала, что тяжело поддерживать расследовательскую журналистику в Латвии, что мало у нас ее, практически существует, вы согласны? Да, я согласна, что очень трудно это поддерживать, у нас есть несколько передач людей, которые этим занимаются, но сказать, чтобы это была классическая расследовательская журналистика, мы больше добавляем туда какие-то элементы попсы, чтобы это доходило до аудитории тоже. Интересно. Вы еще являетесь продюсером документальных фильмов, мне кажется, документальные фильмы это вообще отдельной категории в последние несколько лет, насколько они у нас в Латвии востребованы? Документальные много, нам нравится наша документалистика, в конце концов тут родился Балта Исповет из Кайскиина, который был очень популярен в 60-е, 70-е годы, эта школа продолжается, но не только документальных, самую большую работу мы закончили как раз это весной, это был многосерийный фильм «Красная лязь», который показывался на общественном телевидении, ну вот, это была такая большая школа. И гордость, наверное. Да, Нам пора заканчивать на сегодня, в гостях у нас была председатель Ассоциации журналистов и председатель правления Робалтика Артегига, спасибо и вам, дорогие наши слушатели, за участие и наши гости